В прошлом выпуске мы закончили рассматривать главу Фреды Мамедовой «Албанские истоки карабахской проблемы» в книге «Карабах. История в контексте конфликта», изданной 12-ю азероакадемиками в 2014 году на русском языке в Санкт-Петербурге. Как вы смогли убедиться, азербайджанская псаки оказалась обычным гельминтом, вызывающим в организме науки трихоцевалюс. Но гельминты появляются не без помощи личинок и яиц, а значит Фреда Ханум Мамедова – чье-то творение. Сегодня мы и познакомимся с зудом творца Мамедовой, с тем, кто отложил это самое свое яйцо, порождая Мамедову. Это наикрупнейший ученый Азербайджана, доктор исторических наук, профессор Зия Буниатов. Иначе говоря, не будь Адама, не была бы Ева. То же и в нашем случае, где Фарида и Зия дополняющие друг друга особи своего народа. Итак, в четвертой главе «Григоринизация населения на горной части Карабаха», обсуждаемой нами книги Зия Буниатов, пишет следующее. Армянский католикаса постоянно оспаривал свое первородство и превосходство над албанским и для вразумления албанских еретиков никогда не гнушался никакими средствами для унижения своего противника. Продолжение многих веков шла борьба между армянским и албанским духовенством. И ссылка на книгу Моисея Каганкатва Ци «История Агван» в переводе Подканова, часть 1, глава 6. Сама постановка цитаты о том, что армянский католикасат унижал албан и называл их еретиками, стала верхом моего любопытства. «Словно голодный зверь я накинулся на историю страны Агван и стал разбирать по косточкам творение, вчитываясь так, что любой бы книгоед позавидовал мне». Начал, конечно же, с той самой прямой ссылки, которую указал Буниатов. К моему удивлению, в указанной части главы ничего подобного не писалось. Здесь говорится о мученической гибели апостола Фадея в Армении и о рукоположении Елиши, отправившегося в Иерусалим. Никакого даже намека на армяно-албанское противоборство в борьбе за еретизм. Что ж, и такое, может быть, могла быть опечатка, пришлось отсматривать и другие главы. Однако надежды на успех все больше гасли. Тогда я решил посмотреть перевод не Потканова, а Самбатяна, который провел ту же работу, что и Потканов через сто лет. Ну и здесь одно разочарование. Те же тексты с разницей на современный русский язык. Для чего Зия Буниатов сослался на творение Мавсеса Каганкатваций, так и осталось для меня тайной за семью печатями. Зачем говорить о Пьере Безухове и ссылаться на Родиона Раскольникова? Вопрос оставляю открытым для буниатологов и мамедоведов. А мы процитируем далее. Современные исследователи также согласны с тем, что в 9-10 веках на окраинах города Барды говорили по-арански и полагают, что прямыми продолжателями албанской лингвистической традиции являются удины, утии, живущие в северной части Азербайджанской ССР и Грузии. Таким образом, сведения как сирийского источника, так и арабских писателей 9-10 веков о существовании в Аране собственного языка несомненно подтверждают тот факт, что Аран ни этнический, ни политический Армении или еще ее частью не был. И лишь номинальная принадлежность к одной церкви привела к тому, что Аран и Гурзан сирийцами включались в состав Армении и назывались Арменией. Современные ученые правы. В Барде действительно звучала аранская речь, ибо этот город был на крайнем западе Арана и на крайнем северо-востоке исторической Армении с населением смешанным, преобладающим Арранским. Барда настолько близко находилась на стыке двух государств, что в разные отрезки времени город был столицей и Кавказской Албании, и Армении. Думаю, азербайджанским тюркам неприятно будет узнать историю возникновения этого города. Но коль речь зашла о нем, обойти этот вопрос стороной будет непростительно. Известный российский этнограф Кавказовет Александр Гадло, ссылаясь на книгу «Завоевание стран» арабского историка IX века Джабира Аль-Баладзури, упоминает, что Барда была основана сыном Перроза Кавадом I, основана для того, чтобы оттеснить Хазар на север за реку Кура. То же говорится в Большой советской энциклопедии, также в энциклопедии Ираника и многих других изданиях. Но любопытно, что во всех энциклопедиях нет аранского наименования этого города. Зато упоминается армянский Партеф и арабизированная Барда. Но не в этом дело. Как было упомянуто выше, основание Кавадом I крепости в Партефе было не ради стройки на этом месте города Сада, а ради стратегически значимого пункта от набега тюрок с севера. Иначе говоря, задача Барды изначально служила антитюркским форпостом. Ни Кавад I, ни население Партефа, албанцы, армяне, персы, картвелы подумать тогда не могли, что пройдет много столетий и Партеф Барда будет находиться в самом сердце тюркского государства с названием далекой от Барды иранского региона Азербайджан. Что касается сирийских карт, то арабские источники, в частности тот же Джабир Аль-Валадзуи, четко указывают на то, что в Закавказском регионе и Малой Азии, ко времени присоединения этих территорий к арабскому халифату в конце 7 века, Армения была самой узнаваемой и цивилизованной страной региона. Кстати говоря, именно поэтому Армения крестила Кавказскую Албанию, а не наоборот. Именно через Армению проникло с юга христианство в Грузию, а сама грузинская церковь была долгое время под протекторатом армянской церкви, как и албанская, впрочем. Также именно по этой причине первая грузинская святая, армянка по национальности Шушаник. Наконец, именно по этой причине армяне способствовали грамоте албан. Албаны изучали науку на древнеармянском языке, написанную армянскими историографами, или ими переведенной. Отсюда вывод. Ко времени прихода арабов в регион, они хорошо были знакомы с армянами и Арменией. И весь регион, даже тот, который исторически не являлся Арменией, арабы назвали Арменией. Обозначив номером три лишь саму историческую Армению. Армения Кабира, номером один Аран, Армения Аоля и номером два Грузию, Джурзан, Армения Алтания. Так что причиной обозначения арабами неармянских территорий, армениями, являлась не объединяющая церковь, а когнитивное восприятие арабов того периода. Иначе бы арабы весь Рум обозначили бы Арменией, вместе с исторической Арменией, Араном и Грузией. Далее цитата. Армянское духовенство постепенно свело на нет влияния церкви Аррана. Среди этого население и руками арабских властей уничтожило все литературные памятники албанов. Все, что могло хотя бы в незначительной степени напоминать об албанской культуре. Это было создано, повторяем, сначала с помощью халифата, а в дальнейшем с помощью других завоевателей. Говорил и повторяю. Воистину велик армянский народ. От предыдущих азербайджанских авторов мы узнали, что Геродот и Страбон сотрудничали с античными армянами и находились с ними в сговоре, когда описывали географию и историю мира, в том числе и Армении. А об Азербайджане ни слова не сказали. Теперь, исходя из этой главы, армян снова обвиняют в сговоре, но только уже с арабскими халифами, которые уничтожили в регионе все арранское, но оставили армянское. Так значит, были армяне? Раз было армянское, соответственно, были и армяне. Вот вам еще один неосознанный очередной прокол. Кстати, армянские храмы спаслись от многовековой истории дипломатических отношений армян с другими государствами и царствами. Благодаря всему этому они и спаслись. Об этом писали как европейские, так и восточные историографы, начиная с того же Страбона, кончая Петром Первым. Что касается Кавказской Албании, то она перестала существовать в VIII веке. Аккурат в то время, когда население Албании было мусульманизировано халифатом. А мусульманизировали Албан, как несложно догадаться, не армяне, а арабы. Именно в то время и перестали существовать многие албанские храмы на территории Кавказской Албании, большая часть из которых были обращены в мечети и медресе самими же исламизированными албанами. Правда, на протяжении нескольких лет некоторые албаны оставались верны христианству и до X века албанским кизьям Араншахами. Удавалось несколько раз на недолгое время восстанавливать царскую власть в Албании. После вторжения тюрок-сельджуков в XI веке почти все албанское население было окончательно исламизировано. Армяне же, как были до халифата верны христианству, так и остались. Ни халифат заставил армян произнести шахаду, ни последующие исламские властители на армянских землях. Оттого и сохранена армянская архитектура и литература до наших дней. Также нельзя не сказать и о милости арабских халифов. Они не устраивали зверств над неисламским населением, не навязывали ислам силой и не рушили архитектурные памятники христианского населения халифата, не желавших обращаться в ислам. Именно поэтому и нынче по всей территории бывшего халифата стоят древние храмы армян, ассирийцев, коптов, халдеев, маронитов и других народов религиозно-христианских течений. Высокая культура арабов знала толк в творениях рук человека от архитектуры до литературных произведений. Чего не скажешь о прибывших в регион тюрках, которые все сметали на своем пути, разрушая памятники архитектуры и литературы. Этому свидетельствуют каменные извояния Западной Армении на Анатолии, где по сей день можно увидеть строение скотских сараев турецких крестьян, камни которых исчерчены армянскими буквами из снесенных армянских храмов. Господину Буниатову, видимо, не хватило силы воли признаться в содеянном своими предками в отношении албанских храмов на территории современной республики Азербайджан. И до чего ради, в принципе, за критику родных отцов в Азербайджане не только госпремии не выдадут, но и велика вероятность найти в собственной квартире пакетик с анашой, как находят многие азербайджанские правозащитники и угождаются за решетку. Впрочем, это уже другая тема, но то, что азербайджанская история пишется не без окуривания, свидетельствует мысли академиков этой страны, а иногда даже и перекуривают. Субтитры создавал DimaTorzok